Маша Садись Сейчас, пожалуйста, молимся Все, мы закрываем Молимся Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наше занятие Так, я вам задавала домашнее задание перед тем, как мы стали репетировать концерт Всех хочу поблагодарить за концерт, молодцы Вот Какое задание было, кто вспомнит? Это было 44 стих 44 стих Так, сейчас проверим Правильно Кто наизусть выучил кто-нибудь? Лера, выучила наизусть? Как не говорила? Я сказала, выписать и выучить Начало-то точно мы с вами все время его повторяем, вы уже его знаете наизусть Ну давайте все вместе тогда хором скажем А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас Посмотрите, это прямая речь Христа Прямая речь Христа Христос говорит, а я говорю вам То есть, где бы, что бы вы другое не прочитали Или кто бы вам что-то другое не сказал А Христос как бы вам говорит А вот я вам вот как говорю Новую заповедь пришел Христос дать Так? И он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших А в Ветхом Завете как было? Кто знает? Око за око, зуб за зуб Ну, руку убери Око за око, зуб за зуб То есть, если кто-то причинил тебе вред, да? Нужно что сделать? Отомстить надо Надо снять с себя поругание Вернуть свою честь Как вернуть? Ну, нужно подобное сделать, да? Оскорбили, ты должен, чтобы очистить свою честь, должен сделать ответный удар Так нельзя было терпеть Терпеть, смиряться, этого не было Особенно друг перед другом Человек перед человеком Должны были вот в ответ делать подобное А Христос говорит А я говорю вам по-другому А я говорю вам вот так Любить надо врагов Дальше, какой глагол? Благословлять Проклинающих вас Еще выше идти То есть, еще и благословлять их То есть, благословлять их Чтобы у них все было хорошо Они враги, а я их должен благословить Благотворить Кто знает, что такое слово благотворить? Творить добро Творить добро, правильно Благо это добро Творить это значит Делать Делать добро, правильно Делать добро Кому делать добро? Тем, кто вас ненавидит И дальше, когда вы дома остались На молитве Вы еще должны за них помолиться За тех, кто вас обидел Тех, кто вас гонит Кто притесняет Плохо может про вас говорить И делает вам дурное А вы еще должны за него помолиться Скажите, легко выполнить Вот это вот поручение Христа Или тяжело? Тяжело Тяжело, да? Или легко? Ну что, вот приду Скажу, да я Люблю своего врага Сейчас я за него помолюсь Помолился А чтобы вот От чистого Нет, как сказать От всего сердца Чтобы вот По-настоящему Полюбить его Не просто Сказать Я люблю его Прощаю А полюбить его Помолиться за него Искренне Вот это Очень тяжело Кто-то так уже смог Так преодолеть себя Было такое или нет Вот если вы это испытаете Вы поймете Как это тяжело Это очень тяжело То есть врагам не мстить надо Не убивать А любить Вот давайте вспомним Мы знаем Историю Ветхого Завета Основные моменты Вы их все знаете Историю С чего начинается Ветхий Завет? Тарас С чего Ветхий Завет Начинается? Ну вообще Историю Ты мне Не надо цитировать Наизусть Я же не прошу тебя Наизусть А вот С чего Начинается Библия Самое начало Библии Нестор Помогай Создание мира Сотворение мира Правильно Сотворение мира И вот От самого Сотворения мира До Сегодняшнего дня Вот какой Самая первая Вражда была Кто вспомнил? Первая вражда Правильно Каин и Авель У них произошла Вражда И была пролита Первая Брата Убийственная кровь То есть Каину Помешал Родной брат Авель Которого он взял И что? Убил Говорят Нет человека Нет проблемы Да? А в чем Он был перед ним Виноват? Он и ни в чем И не виноват был Там целый комплекс У него был Чувств к нему И чтобы этих чувств Не было Вот он негодование Испытывал Ненависть Зависть Еще что-то Чтобы все это Быстренько У него погасить Он решил Убью его И все И убил Пролилась Первая кровь Вот Все мы По Адаму Это был первый человек Мы все Друг другу Братья Братья Сестры По происхождению По Адаму А еще больше Мы Братья и сестры По вере во Христа Во Христе Мы Братья и сестры Игнатий Тихонович Вот намного Меня старше Да Вот он Мне В дедушке Годится Можно сказать Одно дело Утром С Америки Разговор был В скайпе Вот эту книгу Заголовок Покажи Правда там Второе издание Это Говорит Настольная книга Настольная Означается Со стола Они убираются Вот Настольная книга У Пушкина Была Путешествие Пилигрим От Джона Буньяна Вы должны Его очень хорошо знать И вот Концнулись темы Не воевать А как Молиться надо Она и не воевать Да Гитлер завоевал Да Гитлер не родился бы Народ израильский Считаем Книга Судей Согрешал И Бог выставляет Какого-то Еглона Он их Порабощает Стали молиться Плакать На него Покушение Его убили И все изменилось Христианская эра 249 год Такая свобода В стране Бросились Учиться Кто чем занимается Давайте вас буду снимать Стали институты кончать Стали грамоты Всякие получать Конкурсы Везде пошли Ну О Христе Забыли И в это время Приходит Декий Император Грешский Он как ударил Одна пыль пошла Все затряслися Дипломы здесь Все полетело Кверх ногами Из домов Выхорщевывает Казнят Церковь Вся стала Обновленная Которые Слабые люди Они отошли Новые люди Пришли в церковь И церковь уменьшилась Сначала А потом Сразу стала Быстро расти Поняли В рай отправляют нас Три года Он только был царем И в то время Внезапно Его убивают И церковь И церковь обновленная Пошла своим путем Вот это Отечественная война Раскулачили Тридцать седьмой год Это все здесь Вот не воевать И вдруг с Украины На меня заходит человек Чемпион Неоднократно Чемпион мира Это большие звания Какие боксы Разная борьба Леонов Николай Закончил семинарию Учится в Румынии Там еще дальше Что-то повышает язык Ну и Разговор у нас зашел Второй передачи Я говорю Воевать не надо Надо молиться Как об этом Киприан Карпагенский Говорят Святые отцы Тут написано Все Мы молитвой Все это Удерживая Ворогов Ворогом Да нет Это надо Он молодой Ну Двадцать семь лет Что ли где-то Представь Огонь Я еду на дорогу И меня телеграмм убьют Ну На интернете Николая убили То есть он за это стоит И он же погибает Как Он едет Говорят Сейчас был без автомата В Украине Донбасс Сверху Видит Автобус идет Оттуда Ракета Вертолеты Прямо в машину Никого не осталось Жил Все до одного Погибли Тридцать человек Ему нету Никогда Николая нету И в интернете Гнездо-то осталось Я По ошибке Надо поздравление Там с Рождеством Николая Да его нету Ну по порядку идут Я всем посылаю Вот так Вы слушайте Очень внимательно У вас другая война Рукава не тяните Вот так На рукавах Берегите одежду Вот вы здесь Бываете одеты Ангельски Выходит только Платье поднято Все переоделись Это мимикрия называется Мимикрия Это в природе Бывает такое Не делайте это Вот ты делаешься Легкой добычей Только просчитал Сейчас В интернете Девочка Лет 15 Фотографирована Ну видно Выше Так-то одета Была такого-то возраста 15 лет Ну сережки Все Исчезло навсегда Нету нигде Как одета Все это Ну видимо Сделали кого-то Оделся Так же куртка Чтобы была похожая Нету Никто не видел Не знает И притом Я в милиции был Я говорю Что у вас Уже 10 человек 50 тысяч Исчезло уже Тысяч Я вам говорю Слушайте внимательно Когда преподают вам Берегите Что семья у вас Бог с вами рядом Берегите себя Ни шагу за ограду Нигде не выходите Ни к кому не заходите Особенно со школы Бывает там Ты музыкант Музыку любишь И другой найдется Кучерявый Музыку любит Зайди ко мне Мать приходит Плачет Что такое Ну дочь моя Ты знаешь Что музыкой Как занималась То другое И еще Пригласили к себе Оттуда пошла Уже не девушка А отец у нее Милиционер Я их пойду Расстреляю Ничего уже Не изменится Ты ее уже Не изменишь Я же говорил вам Я вот так вот Трясусь за вас Все время Вот смотрю Какие вы есть Господи Сохрани их Все Всему свое время Берегите себя Прости Что я время Вас отнял Немножко Нет Спасибо Вот за каждое Враждой За каждую На тема сегодня О врагах Стоит Дьявол Вот Богу не нужны Никакие Ни войны Никакая вражда Даже на самом Маленьком уровне Там два братика Там две сестренки Братик с сестренкой Поругались семье Или взрослый Даже не на уровне Государства Маленькая вражда И ссора Это всегда За этим стоит Сатана Он стоит И только ждет Кого бы Где столкнуть Лбами Поссорить Бывает совершенно На пустом месте Совершенно ни на чем Одно и то же говорят Не так друг друга Поняли Все Уже поссорились Да Бывает такое Вы поймите Это сатана Трудится И если вы поддаетесь Этим ссорам Конфликтам Это значит Вы подаетесь Действию сатаны Сатана хочет Чтобы люди Убивали один другого И уподоблялись Дьяволу Какие могут быть Причины К вражде Причина Чтобы люди Начинают враждовать Люди Или целые государства Ну какие Примерно Ну какую Любые Разные Ну хотя бы одну Какую Зависть Правильно Одно из самых Частых Зависть Земли Земли Вот если в государственном масштабе Это всегда земли Всегда Ходили Хотели завоевать Чью-то территорию Всегда чужая территория Кажется лучше своей Все войны Вот мировые войны Это всегда господство Желание господствовать Над несколькими странами И там Природные ископаемые И так далее Особенно Государства Где вообще никаких Ископаемых нет Такие государства Бывают У которых нет Полезных ископаемых Они всю свою историю Вот какая у них там есть Они все время Вот рыпаются Захватить Какую-нибудь другую Ну их тоже Можно да Там понять У них пшеницу Негде сеять Одни камни Горы Например Там и все Им нужна Плодородная почва Знаете Была ситуация Когда Гитлер Вот Напал На Советский Союз Во время Второй мировой войны И там Уже Даже Наши Войска То есть Советский Союз Стал побеждать И Уже Они стали Отступать Немножко Сначала же Они победоносно Шли Завоевали Достаточно большие территории Войска Гитлера Они даже Вывозили Землю Землю Вывозили Не то что там Нефть Или как-то Природные ресурсы Они там Забрать Недра земельные Не могли там Под землей Что хранится Это добывает Надо это Станции Строить специально Землю Вагонами Вывозили Чернозем То есть Вот эти Территории Где Да И сейчас До сих пор Вывозят Сейчас Сейчас тем более Они там Разрешают Все это А тогда это было Как вот Мародерство Называется Когда вывозят Из музеев Картины Все вывозили А тогда Землю вывозили То есть Зависть Земля Господство Власть Это все Это все Является Причинами Но за всеми За ними Стоит Дьявол Любая война Уносит Миллионы Жизни Любая Вражда Это Огромные Потери Идут Но Война Война Вот В нескольких Местах Писания Показана Для чего Война Господь Он Не хочет Чтобы Люди Враждовали Но он Делает Так Что он Может Попустить Эту Войну Разрешить Эту Войну Этому Дьяволу Потрудиться Здесь А за что Может Господь Попустить И как бы Разрешить Что вот Люди Начинают Враждовать Не остановит Их Не закроет Не уладит Их Конфликт Когда Такая Ситуация Может быть И В Ветхом Завете Мы постоянно Видим Что начинаются Какие-то Беды С целой Страной С народом Божьим Происходят Такие Беды Войны В какой Момент Когда Люди Начинают Грешить Начинают Когда Отступают От Бога Когда Они живут По заповедям Божьим Они Отступают От Бога Правильно И Господь Попускает Что это Как бич Божий Знаете Что такое Бич У бич У пастухов Бичи Знаете Знаете Да Ну это То есть Палка Такая Палки Привязаны Длинной Веревкой Вот Пасут Туда не шла Туда не ходи Сюда ходи Завернуть Чтоб она там Не ушла По другой дороге И бичом С этой стороны С этой стороны Вечер Коров И бичом Бич длинный И так еще Щелкают им И вот Бичом Бьют Наказывают Так вот Это Бичевать Бичевать То есть Бить Бичевать И вот Война Есть бич Божия Наказание За грехи Народа За грехи Священников За грехи Вождей Ну то есть Руководители Страны Которые там Это разные Вожди Бывают Царь Король Император Президент И так далее И наведу на вас Мстительный меч В отмщение За завет Если же вы Укроетесь В города ваши То пошлю на вас Язву Язву То есть Болезни Да И преданы Будете В руки Врага А вас На пальцах Можно пересчитать Или вообще Не остается Тогда Господь Попускает И вот Этот бич Божий В виде Войны Спускается На эту Землю На это Государство Так Когда путь Человека И народа Угоден Господу Наоборот Угоден Господу Да Тогда Он посылает Своего Ангела С мечом Чтобы Защитить И даже Остановить Ослицу Ослица Способна Остановить Негодного Пророка То есть Если Люди Наоборот Угодно Господу Живут И Покорны Господу И воле Его То Господь Способен Защитить Сам Без Кровопролития Без Войны Защитит И остановит Любые Беды И даже Лес Погубит Больше Чем Воинское Оружие Второе Царство Семнадцатая Глава Молитва Раскаяния Со слезами И войско Врага В одну ночь Окоченело Смертных Мучений Без единого Выстрела Понятно Что Господь Так сделал Они там Замерзли Вот говорят Советскому Союзу Победить Помог кто Генерал Мороз Знаете кто такой Генерал Мороз Зима Холод Я думала Фамилия Сначала Думала Мороз Фамилия Морозов Зима Немцы Были не готовы У них был план Четкий Вот тут Мы уже победим До наступления Холодов Они же летом Напали А зима Очень сильно Помогла В мороз Они воевать Не могли Что Блокадный Ленинград Читала Тоже говорят Если бы в блокадном Ленинграде Была теплая зима В 41 году С 41 на 42 То жертв Было бы От голода Умерло бы Не от голода А умерли бы От дизентерии Еще больше Чем от мороза От мороза Они замерзали На улице И все Да Что Вот Язвы Инфекции Болезни Ведь война Это не только Те люди Которые погибли От выстрела Это На каждого Убитого Может быть там Десятки людей Которые погибли От голода От болезни От нищеты От Что делали Мирное население И травили Колодцы В деревне отравят Люди погибали Просто Либо от болезни Либо от отравления То есть Это еще и Смерти Мирных населений Вот что несет война Это страшно И вот тут Я прочитала Интересную историю Вот в этой Книге Здесь очень много По-моему Больше 20 страниц По этой теме Тут мне понравилась Вот такая история Когда на землю русскую Шел завоеватель Тамерлан С востока Он уже в тот момент Покорил много стран Он был там стратег У него была хорошая Войска Обученная Оружие было замечательное Никаких поражений Он не знал И дошел уже До русских земель И даже завоевал Город Елец Вырезал Умертвил Множество христиан И похвалился Что он захватит Всю землю русскую Искоренит всю веру Христианскую И направляется Прямиком К Москве Сопротивляться ему Было бесполезно Абсолютно Но Что было сделано В России Это он на Россию Напал На Русь На Русь Да И что они сделали Открыли все храмы По всей стране Тут же Гонцов послали Открываем все храмы Круглосуточно Идут моления У людей У всех пост Помните как в Неневье Когда пророк Иона Сказал что все Через 40 дней Погибнет Неневье Так же Они поступили Так же по Ветхому Завету Объявили пост День и ночь Шли моления Люди собирались Крамы непрерывно Один отслужил службу Вторая служба Каноны Акафисты И так далее Молились Божьей Матери Заблюдали пост И Тамерлану Приснился тревожный сон Настолько тревожный сон А он может быть Еще и был Такой очень суеверный человек Что он мучился Всю ночь Метался В страшных Духовных муках А утром Рассказал Страшный сон Что ему явилась Женщина На небе Необыкновенной красоты Но мы думаем Кто эта женщина Богородица явилась И он И сказала ему Что если ты пойдешь Погибнешь Вот если ты пойдешь На Москву Ты погибнешь Пригрозила ему И хотя Никто Тамерлана Не преследовал Он в этот же день Поменял свое решение Идти на Москву Развернулся И пошел воевать С врагом России У России был враг Этот Астраханский хан И Тамерлан Вместо того Чтобы идти Россию завоевывать И вырезать христиан Он на этого Астраханского хана Пошел Побил этого Астраханского хана Который был врагом России И сам внезапно умер А войско его Погибло И как вода Ушла в песок То есть Господь развеял Непобедимое Все это войско Которое не то что Нападать не стало И само сгинуло В других войнах В других битвах Что Даже вот этот Случай Когда в Советском Союзе Говорили Бога нет Ничему такому Серхъестественному Чуда нет Ничего нет И даже этот Случай С Тамерланом Даже в учебники Истории не поместили Потому что Никак не могли Придумать Никакое объяснение Почему вот это Все случилось Потому что Было одно объяснение Это было чудо Божье Сам Господь И Божья Матерь Встали на сторону Людей Которые начали Молиться Поститься И Господь их услышал Просите И дано вам будет Они просили защиту Каялись В своих грехах Объявили пост И Господь Такую помощь послал Без единого выстрела Без потери Враг отступил Понятно Молитесь За обижающих вас И таких случаев Очень много И в житии Уже поет Поэтому Вот Тему эту Мы уже не будем Возвращаться Но вы почитайте Ее В этой книге У вас у всех есть Она Примерно 20 страниц Мы с вами Только Самое основное Котнулись Сейчас пойдемте Потихонечку Примерно 20 страниц Потихонечку Примерно 20 страниц Примерно 20 страниц Благословите, Господа, вся сила Его, Благословите, Господа, вся дела Его, На всяком месте Владычества Его, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присмы, и в веки веков, Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, имя Святой Его, Благословите, Господи. Благословите, Господи, помилуй, Благословите, помилуй, Благословите, помилуй, Божьи, Твоей благодатью, Господи, помилуй.